всем привет ну как обычного зима пришла внезапно мы включаем автономку и на нас начинает дымить чудить и глохнуть и конечно мы начинаем суетиться куда идти что делать не но я вам покажу обычный простой способ как сделать самому автономку разобрать собрать это все просто и легко так что смотрите все будет интересно и подробно без воды поехали для этого намки для наших обеспечек так вот купил две прокладки это оригинально вот это идет оригинальной пропадки и нас на так вот две прокладки потом сердце . что для того чтобы затолкнуть сетку аккуратно туда ставить на место все покажу дальше и вот такие звездочки так скажем то что нам потребуется еще ключиком на 4 ну все что потребуется смотрите как разбирать вот здесь мы сняли эту крышечку колпачок видите колпак сняли берем вот так верхчик поднимаем поднимаем и все вот и вытаскиваем пойдем сторонку потом здесь мы все по моим все тщательно вити вы моем протрем потому что здесь будет тоже у нас все на по benも потому что это потом будет лететь в салон это разог будет помыть обязательно так теперь снимаем резинку здесь это вплотительно резиновая резинка такая если есть возможность лучше поменять вот видите здесь надо конечно прогорела так и все теперь вытаскиваем саму саму плечку отсюда вот так видите а я подведи еще крышечку и спереди вот это крышко на снять куда к твердке подели сняли крышку вот так видите так же откладываем сюда в сторонку все потом это все по моему 3 так провод видите тоже вот приподняли вытаскиваем все вытащили вот это наша наша печка наш котел видите так ну что будем разбирать вот свеча накала этот датчик температуры здесь стоит все сейчас будем разбирать автономку все так ну что вытащили мы вот эти фишки отсюда вот видите вот вытащили фишки все теперь эти четыре винтика берем крестовую отвертку а вот сейчас начало это блок еще открутим здесь нам понадобится звездочка такая большая так вот видите еще одну фишку снимаем все сняли это у нас так называемые здесь мозги мы тоже кладем в сторонку пока они нам не нужны мозги все откручиваем теперь вентилятор моторчик и посмотрим что у нас котлет скопила за четыре года здесь у нас тоже звездочка так ну что открутили мы все четыре болтика сейчас самый важный момент будет посмотрим что у нас внутри там а нам еще здесь внутри надо открутить так это у нас моторчик с вентилятором смотрим на чтобы не было люфта ничего такого не такого не такого если у того ощущения смотрите моторчик у меня у нас черт четки но я его когда четыре года назад у здесь ведь его перебирал стал нового вот эти прокладки мы все поставим новые тоже пока здесь оставим так что подъем сторонку все это теперь нам надо открутить свечу накала вот это потому здесь три болтика вот эти также снимаем вот эту крышечку резиновая здесь прокладка такая аккуратно все делаем аккуратно предельно аккуратно все так снимаем все мы сняли так теперь так берем на 12 ключ и откручиваем свечу накала вот так вот видите откручиваем свечу накала потому что пока мы не выкрутим мы не сможем вытащить вот эту штуку отсюда так вот видите вытащили смотрите свеча накала у нас хорошая работала хорошо но мы ее все равно почистим все будет четко только аккуратно не там не надо стараться прикладывать усилия откручиваем вот эти четыре штучки так ведь вот так откручиваем вот они по ходу так откручиваем сейчас будет самое интересное у нас посмотрим что у нас внутри за столько лет собралась так как я вы сами знаете у меня автономка работает бензин ой солярка с бензина мешая так эти болтики складываем тоже туда так у меня вот видите как все откручиваете все нормально это горелка так называемая горелка сейчас мы открутим вытащим эту горелку и дальше вам покажу как все это почистить как поменять сеточку самому все может делать смотрим самое интересное смотрите котел какой нагара вообще практически нет белый-белый смотрите смотрите как какой котел видите нагара вообще нет вот здесь было плохо зажато и прокладка пропускала походу я снова поставим и зажмем смотрите какой котел вообще без нагара как будто вот что значит когда солярка с бензином видите как нагара в нем вообще нет вот так смотрите еще раз покажу так было более еще видно вот видите как прямо туда войдем но чуть-чуть по краям вот здесь видите чуть-чуть есть нагарчик но это вообще можно сказать он ведь и как белые-белые стенки вообще отлично вот что значит с бензином мешал потому что но беди сгорает и не остается вот этого нагара понимать что дело вот что самое главное нам надо было и выяснить будет огар в ней или не будет вообще просто да я сам честно говоря удивлен конечно вообще вот это да давайте еще раз покажу да 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 вообще конечно как будто вот только что почищен да вот четыре года работы ни разу не чистил этот пятый год уже шел я уже ведь и начал дымить но почему начал дыметь сейчас вам скажу вот ведь его здесь прокладка но плохо держала видать уже просто конечно прокладки надо менять вот и сеточка еще забиты сеточка где находится сеточка вот смотрите горелка я вот вы все горелку вот она находится сеточка так сеточку нас немного закоксовалось ведь и вот сейчас мы ее вытащим и поменяем сеточку вот но она чуть-чуть одной стороны может нам подыкалась как совалась так тоже на май час мы и попытаемся вытащить оттуда посмотрим получится у нас это дело или нет выклупать сеточку но это надо маленько маленько творчество конечно можно все щипцами попробовать так сейчас вот выдаст в сеточку теперь еще вот это вот выполнитель лучше снять пока и еще надо вот эту трубку тоже немножко прокалить газовой горелкой может только аккуратно чтобы ее не поплавить его здесь можно тросиком должен утрите и почистить вот эта трубка здесь тоже как суется потому что вас может быть и сетку поменять и все поменяйте автоном к 5 работает вот здесь эта трубка то же самое как суется бывает ее тоже надо чистить обязательно это обязательно вот в этом месте где она горит воде горелка вы здесь бывает коксуется так что это уже прошлое немного и все ну и горелку тоже здесь в этом районе тоже на прожечь все где вот сеточка сейчас мы что и сделаем так вытаскиваем прокладку смотрим видите она у нас покой здесь сухая здесь мокрая была вот в этом месте она видать у нас пропускала потому что что-то здесь совсем сырая какая-то но я взял новенькую оригинальный все этот прокладки все так чтобы уменять поставим новые прокладки чтобы формали и вот все так просто все самое сейчас главная задача нас выклупать старую тетку и туда так как я вытаскивать смотрите я и там отгибаю в сторонку потом закручиваю саморез в бок в бок закручиваю саморез сеточку надо аккуратно вытаскивать и закрутил туда саморез смотрите закручиваем саморез да это из горелку датку сеточку теперь все видите сеточка у нас руках все отлично теперь сеточку мы вытащили смотрим теперь горелку внутри он виде как это все почистить там тоже жарелку все внутри почистить тоже надо сейчас мы прожжем это надо все прожечь потому что там тоже как собирается все это но я скажу вам чисто нормально ну-ка-чуть все равно на прожечь так сеточка сейчас посмотрим сеточка к у нас вот видите сеточка у нас она круглая была такая фас покажу какая она была для по ситуации там снял так я беру тоже оригинальные запчасти потому что будет него ответе какая должна быть я просто там смел и все я беру сюда оригинальные запчасти они не так уж дорого стоят для автономки зато зимой будете греться вот сеточка видите как бы он тоже так можно сказать нормально конечно но немножко сбоку была закоксована смотрите вот видите сбоку так что она вот с одной стороны закоксовалась можно закоксовалась где дырочка как раз где было отверстие вот она сюда вставляется его здесь от трубка идет и она вот здесь может плохо сосать воздух там или топливо может плохо поступать знаете и все сейчас мы ее просто вставим новенькую туда сейчас мы сначала все почистим и вставим так что так как я будете смотрите вот у меня горелка есть он был он видите все у нас так ну что вот взял я баллон горелку теперь нам надо вот здесь все это выжечь отсюда все нам поражать вот это вот видите в дырочки да вот у нас нагар все вот эта гадость всякая сейчас нам это прожечь на все так ну что вот все мы прожгли вроде проколили все нормально я показываю как я делаю ли мне еще раз дури за никому я не говорю что так делать конечно но это я делаю у меня вот помогает видеть почти пять лет отработал она у меня очень четко и мой вообще проблем никаких не имел все равно сеточка не коксуется ее надо конечно менять прокладки также сеточку вот проделать такую процедуру выжать все оттуда гадостью но все равно я скажу это очень хороший результат вот мы посмотрели котел очень чистый конечно бензином я вот мешаю до солярку там пропорции я лью всегда на глаз я нету там особых пропорций я спрашиваю какие пропорции когда ну на 20 я например когда небольшие морозы там два литра 2-3 литра налью там на 20 литра да например когда сильный мороз там 20-30 и а 50 на 50 то здесь вот как суется тоже всякая гадость бывает а можно еще проволочку взять от росика и прочистить ее здесь вот эту трубку она бывает здесь как суется вроде все нормально поставишь а нифига он видите как внутри видать там сажа вон выгорается сейчас мы это все прожжем вот видите там тоже есть что там сюда прожигаем все нормально вот видите вот так я так я прожигаю все четко так вроде прожгли все все нормально сейчас так пошел один-то вроде все хорошо а вот теперь вообще чистенько чистенько смотрите как чистота теперь вообще просто огонь виде как там все чисто теперь то что прямо чистенько чистенько как как в аптеке как говорится ну так же достаем новую оригинальную сеточку видите специальный колпачок это специальный колпачок чтобы можно было вставлять ее вот сюда видите как так ну что вставляем сеточку новенькую вот ведь все там чисто у нас так и колпачком мы туда ее прописываем вот так вот как видите чем хорошо удобно когда сердце с колпачком здесь глубина вот видите глубина как раз вот такая как нужно вот это специального так все сделано ли все ставили мы туда сеточку виде как все у нас теперь там все четко все отлично так все . новая прокладки новая здесь горелку мы прожгли все трубку прожгли здесь все у нас чисто все вычистил я все прожег теперь собираем еще раз скажу видите какая у нас за четыре года в этот котел котел горения здесь горит вся смесь горит смесь это нагревается и теплый воздух идет уже салон там собираем так новую прокладку нас вот видите теперь новую прокладку нас поставили теперь ставим горелку на место все вот так все теперь и закручу болтики обратно сейчас мы закрутим болтики потом уже закрутим свечу накала так достаем вот наши три болтика закручиваем и подтягиваем аккуратненько стянул сердце тоже не надо потянули так потихоньку по кругу по кругу подтягиваю вот так еще раз пройдемся так все потянул я теперь закручиваем свечу накала вот она у нас свеча накала также мы ее протрем здесь нагара на ней нет смотрите свеча лучше идеальная у нас да ну нагара нет все свеча на отличная может сказать закручиваем ее на место вот так закручиваем свечу накала так что закрутили и подтягиваем вот видите вот подтягиваем теперь и вот так потянули все отлично все четко затянули вот видите все мы горелку месяц ну это здесь камера сгорания месяц горелка все мы собрали почистили сеточку поменяли прокладку поменяли свечу закрутили так не забываем все потихоньку не когда собираем вообще никуда не надо торопиться потихоньку все собираем потому что спирт его отчета закрутить забудешь закрутить или еще чё-то тоже конечно бывает я почему говорю что знаю по себе тоже торопишь торопить что-нибудь будет не то зеркал приходит переделать понимаете так все хочу мы собрали еще раз хотел горелку прокладки сеточку все мы прочистили себя работает все хорошо теперь вот у нас еще одна прокладка также у нас оригинально у меня прокладки я какие-нибудь там не ставлю эти плохие так вот старую выбрасываем также здесь по кругу почистили все чем вот видите все почистим по кругу также все так вот здесь чистенько все равно так лучше конечно просто пока не души прочистите так протерли все нормально так смотрим еще раз смотрите крутится ничего нигде не задевает все хорошо крутится у нас люфта нет все хорошо моторчик работы отлично так новая прокладка теперь у нас же так вот она новенькая прокладочка на свете ставим новую прокладку все теперь закручиваем все на место так правда чуть поднимем вот так соединяем ведь ничего сложного закручиваем 4 болтика 4 винтика вот винтики наши закручиваем обратно когда мы все закрутим соберем потом уже мы поставим на место мозги все видите закручиваем я буду здесь ничего сложного нет сейчас мы все соберем помоем крышечки видите все внутри тоже пыльная грязная все это на помыть уже чтобы не летела пыль все собрали мы чистили все у нас хорошо теперь так закручиваем теперь так печку собрали мы теперь надо собрать мозги теперь собираем мозги вставляем все на место вот сюда видите все вот здесь защелка защелкивается здесь защелкивается вот так вот видите теперь болтиком здесь фиксируем вот у нас качка обслужена все сделано нормально ну что теперь мы помоем все внутренности все внутри себя помыть обязательно потому что здесь принцип работает она внутри горит здесь эта часть нагревается и теплый воздух уже выходит здесь отсюда уже в салон идет если это было стать грязная вся вот эта пыль вся грязь у нас также полетит салон понимать о чем дело я что это лучше все помыть и нам все было чисто и аккуратно здесь пойдемте мы так ну что вытираем от пыли все от грязи всякой гадости это брызгаем все тоже сверху тоже на помыть все это дело у нас лишнего запаха ничего не давала то пыли не было пыль же это сами понимаете это враг здоровью все это мы помыли уже помыли все хорошо мы помыли и собираем не торопимся никуда торопиться некуда лучше потихоньку сделать один раз чем потом еще десять раз глядите и проводить были такое все увидите все нормально все на месте на все прекрасно вот крышку вставляем так пробить это нас мешает все одеваем все у нас плодики вот такая решетка здесь отсутствует воздух ну чтобы попала мусор там куда-то бумаги здесь у нас есть паники водитель возникнуть вставляем воде вот так ставили и прокрутили все а теперь никуда не денется сама не выйдет теперь нас были здесь вот пыльник влаги одеваем сюда тоже все отлично с вас бы конечно за такую процедуру где-нибудь мастерской взяли например много денег понимаете можно саму сделали здесь не так уж и много времени еще один у нас откручили вам пока отключил здесь лучше смазать графиткой резьба там будет смазать там графиткой тогда вы сможете очень легко и хорошо открутить болты там через несколько лет когда вам понадобится это сделать вот видите так ну что друзья все собрали мы свою печку пойдем устанавливать и будем испытывать и самое интересное будет впереди как же она у нас будет работать после наших обновок доделок и всего хорошего ремонта так что погнали так ну что устанавливаем печку на место будем устанавливать я все также положим закрепим провода он ставлю фишку и фиксируем вот эти фиксаторы все видите у нас все зафиксировано все нормально все кладем проданными ну вот видя все трубки ставим на место и все будем запускать испытывать наши изделия ну что друзья проводим испытания погнали включая включаем свою автономку ставим на полную мощность сейчас посмотрим на всю катушку так ну что вот процесс пошел чуть-чуть ну первый запуск конечно там брызгал чистил все новенькая сеточка у нас прокладки все мы там прожгли продули все нормально так вот градусник видите на улице у нас девять градусов сейчас мы проводок вставим вот здесь у нас выход сейчас мы сюда туда провод засунем посмотрим сколько у нас будет на выходе вот видите как так провод туда засунул провод смотрим вот градусник у нас так здесь поставим на улице что было нам 35 начало идти да так все нормально вот у нас раскочегаривается нормально все так температура сколько сейчас гадим температура сколько сейчас гадим еще поднимается 71 уже прочая температура пошла вверх все хорошо все четко так что кому было интересно ставьте лайки подписывайтесь будем еще дальше проживаться снимать